Дети – цветы жизни. Но что делать, когда садик запущен, забит садниками и все краски съела тляк? Конечно, пригласить специалиста. Непростого, особенного. Няня особого назначения Виктория Дмитриева знает, что делать. Создатель авторской методики школы современных родителей, семейный психолог и опытный цветовод, мама трёх мальчишек, выдаст качественные удобрения и спрячет грабли, чтобы на них больше не наступали. Вырастим детей вместе. Самое полезное семейное реалити няня особого назначения. По правилам проекта «Шесть дней» Виктория Дмитриева работает с семьёй. Первый день няня Вика знакомится с семьёй. Во второй день наблюдает за происходящим и составляет план действий. А в третий день устанавливает новые правила и делит обязанности. А что же в четвёртые и пятые дни? Самое главное – изменятся ли наши герои? Получится у них выдержать эксперимент и спасти самое дорогое? Мы начинаем. Смотрите прямо сейчас. Ейск. Курортный город на берегу Таганрогского залива, юг России. Именно здесь, в частном доме, живёт многодетная семья Бойновых. Мама Наталья 35 лет, домохозяйка. В прошлом Наталья завскладом, но после рождения детей работу пришлось оставить. И теперь семья зарабатывает только тем, что в летний период сдаёт небольшой домик у моря. Заработанные за лето деньги Наталья распределяет на год. Мне нужно, чтобы вы помыли посуду и вытерлись из стола. Наталья воспитывает детей одна, без мужа. Поставила большой крест на своей личной жизни. Четыре года, как Наталья развелась с мужем. А год назад он умер. И всё своё время я посвящаю своим детям. А их у Натальи четверо. Старшая дочь Настя – 14 лет. Сын Вячеслав – 13 лет. Дочь Анна – 12 лет. И младший сын Павел – 5 лет. Своим поведением дети доводят маму до нервного срыва. Ты чё, Бадыш, с чего у вас тут происходит? Блин, успокойся! Ты совсем уже? Что? Мы играем. Что играете? Посмотри, у него синяк. Вот это чистое и грязное. Я знаю. Ты девочка. У тебя в априори должно быть, блин, не знаю, педантичность. Сидишь, блин, в телефоне. Отдавай сюда. Всё. Харе. Телефон! Мама бесит. Телефон забрала. Теперь делать ничего не буду. Я читаю эту книгу на письме. Дети садятся мне на голову. Заставить их что-то сделать. Это всегда выходит с большим каким-то скандалом. С криками, ссорами. Ты видела, что на кухне творится? Нет. Ну, иди посмотри. Пускай Настя помоет. И ничего не надо. Ничего не хотят. Я для них просто как прислуга. Как кухарка, уборщица, стиралка. Почему так трудно мне помочь? Скажи мне, пожалуйста. Получается, что я хочу взрастить принцессок. Получается, что ращу свинюшек. Нужна помощь. Правда, посмотри на себя со стороны, что я делаю неправильно. В отчаянии мама поднимает белый флаг и просит помощи у главного специалиста в России по сложным ситуациям в семье Виктории Дмитриевой. И няня Вика уже направляется к семье Воиновых. А мама изо всех сил старается подготовиться к приходу гостей. Ну, давайте, давайте, давайте пошустрее. Еще быстрее. Ну, они такие скоростные. Ты специально это делаешь? Не могу настроить их на то, что к нам придет человек. Блин, Аня! Что за *** ждем, блин, человека в гости? Мой посуду. Да, мам, да что я все должна делать? Не надо психовать. Ты мне сейчас опять всю посуду переколотишь. Настя, наведи порядок, убери игрушки. Труд это дело. А дело это труд. Да, блин, спасибо, что помогли. Я думаю, что няня будет в огромном шоке, увидев нашу семью. Здравствуйте, я Квал. Вот и я, ждали, я пришла. Мне становится вообще не по себе от того, что сейчас няня зайдет и увидит такой бардак в нашем доме, что это ум непостижимо. Дети, ну вы где? Ну, придите хоть человека-то, встретьте. Я собаку держу. Слава! Я занят. Как бы мне, правда, стало очень неудобно и стыдно перед няней. Ну что, пойдемте знакомиться тогда? Ну, очевидно, здесь мне пока не очень рады. Здравствуйте. Здравствуйте. Должен как-то среагировать, хотя бы просто повернуть голову. Слав, ну некрасиво так, ну встань, поздоровайся, пожалуйста. Настя, я сейчас тебя убью, наверное. Ну вот, как-то так. Меня это очень возмутило. Он проявляет неуважение ко мне на глазах у посторонних людей. Здравствуйте. Дочь просто проигнорировала. Это Настя, старшая дочка, это ее комната. Приятно познакомиться, пойдем дальше. А вот моя младшая дочь. Я надеялась, что там будет, ну, больше чистоты, если честно. Ну вот, не доубирались. Это какой-то мешок мусорный прямо на столе лежит. Ну вот, лень же дойти до мусорки и выкинуть. Пыль протирали. Пару месяцев назад. У меня налили щеки. Наверное, Вика понимала, что мне очень стыдно за это. Ну, это как бы моя комната. Пройдемте на куклу. Пойдемте, конечно. Мы вас включаем на бою. С удовольствием. Я вижу не семью, а несколько отдельных человек, которые сидят каждый в своей комнате. Только мама меня ждала. Вот это очевидно. Очень здорово, что висят семейные фотографии по всему дому. Это очень помогает детям налаживать привязанность с родителями. Единственное, что я не понимаю, ни на одной фотографии нет отца. Чтобы сразу же разобраться с этой темой, няня Вика решает поговорить об отце детей с мамой. Он умер год назад. Мы сначала разошлись, а потом он... А что случилось? Одна беда. Какая? Янство. Пил? Да. И от этого умер? Да. А разошлись почему? Бил. Даже так. Я забрала детей и убежала из Сахалинской области. Хорошо убежали. Конечно, эта тема очень тонкая, очень щепетильная. Нам необходимо ее проработать. Ведь без этой проработки мы не сможем двигаться дальше в отношении поведения детей. Виктория вернется к этой теме позже. А пока традиционный рисуночный тест. И первые результаты получает сразу же, даже не раздав карандаши и бумагу. Я не буду рисовать, я не хочу. Я не хочу этого, я хочу сама делать то, что мне нравится. И я это, когда захочу, тогда и буду это делать. Аня достаточно характерная. Она стоит на своем до конца. Заставлять я тебя не буду. Мы без насилия, правда? Ну, хорошо. Сопротивление, протесты, отрицание – это абсолютная норма для подросткового возраста. Поэтому я не стала давить, тем самым показывая, что я уважаю ее желания и нежелания. При этом я прекрасно понимаю, что чуть позже мы вернемся к этому вопросу, когда Аня будет в настроении. А пока интересно посмотреть на рисунки других членов семьи. В целом есть то, что мне на всех ваших рисунках нравится. Вы все улыбаетесь. Это здорово. Судя по рисункам всех детей, все самостоятельные, психологически готовые для того, чтобы не только вы за ними ухаживали, но и они в чем-то помогали вам. Но есть и то, что меня немножко расстроило. Вот вы, Наташа, своих всех рыбок нарисовали по отдельности. Это немножко странно, при том, что вы хотите быть дружными. Вот Настя, у нее вместе все стоят. Наташа, что вы хотите, вы сами не транслируете. Я заметила, что никто из детей не нарисовал отца. Конечно, тему отца необходимо проработать отдельно. Без этого мы не сможем наладить поведение детей. Ведь дети – это наполовину мама, наполовину папа, какой бы он ни был. Позже я обязательно к ней вернусь. Вечер знакомства подошел к концу. Няня составила первое впечатление о семье. На сегодня ее работа закончена. Увидимся завтра, и я проведу с вами целый день. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Пока няня была в доме, дети вели себя прилично и не высказывали недовольства. Но стоило Вике уйти, как они решили сказать маме все, что думают. Я не хочу няню. Я хочу только... Ты нам няня. Это для меня было неожиданно. Я не знала, что с ней будет работать няня. Я не очень хочу, чтобы у нас вообще была няня. Я считаю, что нам не нужна ее помощь. Потому что у нас и так все нормально. Ну, лично мне Вика точно нужна. Если бы вы меня слушали, то не было бы никакой няни. А теперь придется слушать и меня, и няню. Сегодня я увидела, что мама полностью растворилась в заботах о детях. И где, собственно, она, я так и не поняла. Я думаю, что это и она сама давно не понимает и не знает, где ее роль в этой семье. Соответственно, и дети никакого авторитета матери не чувствуют. Потому что она как младший обслуживающий персонал. С этим, естественно, нужно будет поработать в первую очередь. И, конечно, в истории с папой нам еще предстоит разобраться. Потому что очень многие проблемы могут быть именно оттуда. Главный специалист в России по сложным ситуациям в семье няня Вика сегодня будет внимательно следить за поведением всех членов семьи. Чтобы корректно составить план по трансформации взаимоотношений. А пока дети завтракают, как обычно. Завтракаем, кушаем. Что еще? Все? Хватает? Мам, принеси колосу, пожалуйста. А сам что? Лень встать, да? Варень, сударень. Может, я тоже присесть хочу. Анечка, может, ты все-таки пойдешь, покушаешь, а? Мам, ну я же сказал, я не хочу есть. Здравствуйте. Кто дома? К нам пришли. Чего вы сидите, не встречаете? Как меня классно встречают ваши собаки. Здравствуйте. Как ваши дела? Да ничего, вот доедаем. Слушайте, сегодня на меня вообще не обращайте внимания. Сегодня я целый день буду наблюдать, как вы живете, взаимодействуете. Так что вы живите своей обычной жизнью, как будто меня нет. Пока мама встречала няню, дети закончили завтрак и разошлись по своим комнатам. Чего это такое? Я не поняла, где все? Я вам принеси, подай. Настя, Слава, что не надо мне вообще никак помогать, да? Все вам только поставь и убери за вами. И при этом все равно все сама убрала. Покричала, но убрала. Не только уборка причина конфликтов в этой семье. Мы живем вроде бы в одной семье, но все равно мы ничего поделить не можем. Ань, почему колготки рваные? Ну, как бы, типа, ты их носила, ты их порвала. Ань, я не рвала. Не могла так порвать. Каждое утро, когда мы встаем в школу, мы деремся за колготок. Это мои колготки, и я, когда захочу, тогда... Ну, значит, я возьму другие. Ничего ты брать не будешь. Ты ***. Мам, Настя бы мои вещи в моей комнате раскидала. Ань, ты бананец? Ты да. Что у вас опять тут происходит, а? Она мои вещи разбросывает. Это нормально вообще? А в чем у вас опять? Что случилось? Брюша, она порвала мои колготки. Почему она берет мои черные колготки, в которых я хожу на танцы? А в чем мне эти еще? Ты мои колготки порвала. Все, успокоились. Отдавай сюда эти колготки, блин. Убирай шмотки, садимся за уроки. Надоели. Когда в семье подростки, такие конфликты неизбежны. Но то, как вмешивается мама, как она грубо с ними разговаривает, конечно, ни в какие рамки не лезет. Ну и чем ты занята, Ань? В телефоне сижу. А мы, по-моему, говорили за уроки. Я уже все сделала. Мне задали один английский. Как ты все сделала? Я открыла электронный дневник. Там математика, и русский, и литература. Я не знаю, что по этим предметам задавали. Меня очень сильно раздражает то, что моя младшая дочь Аня мне врет. Потому что я боюсь, что она кричит, потому что ей не устраивает, когда двойки. Ань, я видела твои оценки в электронном дневнике. И не надо мне врать. Там одни двойки. У самых строгих родителей дети самые искусные лжецы. Это важно помнить. И если ваш ребенок постоянно получает от вас крики, упреки, угрозы наказания, то не удивляйтесь, что он будет врать. Потому что главная причина детского вранья – это желание избежать наказания. А меня все устраивает. И что? Мне за тебя уроки делать? Ань! Это что? Расскажи мне, пожалуйста. Нормальные оценки? Как ты считаешь? Есть правил. Где ты исправил? Ты видишь здесь исправленную оценку? Я не вижу здесь исправленных оценок. Оценки – это не главное. И что? Вот, допустим, будет у меня в аттестате, допустим, одна двойка, типа, все равно я же дворником не стану, не буду шулиц умести. После девятого ты куда? На помойку? А что? Иди бутылки собирай. Прикольный заработок, да? Такое ощущение, что у мамы нет других проблем, кроме как разбираться с оценками ребенка. Еще и в таком грубом тоне. Да не захочет ребенок обсуждать с тобой свою учебу, свои оценки. Когда я вижу такие скандалы, мне действительно интересно, чего этим хотят добиться родители. Неужели они думают, что вот так, крича на своих детей, они добьются уважения или того, что ребенок вдруг решит сделать уроки? Если вы хотите просто спустить пар, то, конечно, вы можете покричать. Но если вы хотите добиться доверия от своего ребенка, если вы хотите получить какой-то результат, то таким тоном это точно не получится. На кого мне надеяться, расскажи мне, пожалуйста. Ты сейчас самый старший мужчина в нашем доме. Ты моя надежда и опора, я только на тебя надеяться могу. Что будет из тебя дальше? Я не вижу никакого твоего будущего. К сожалению, когда мама растит детей, и особенно сына, без отца, у нее велик соблазн наделить старшего сына обязанности старшего мужчины в семье. Конечно, это типичная ошибка. И эта ответственность, которую Наташа пытается наложить на своего старшего сына, она ему не по зубам, она ему не по плечам. И под таким грузом ответственности он легко может сломаться в какой-то момент. Я понимаю, что в этой семье мне предстоит много работы, но больше всего работы будет непосредственно с мамой. Мам, а скоро кушать? Скоро? Как сделаю? Я тебе не метеор, у меня всего две руки. Если бы, конечно, девочки пришли, вы помогли бы. Было бы больше рук. Я проект делаю. Аня, а ты что, тоже проект делаешь? Да. Слав, встань, сам маме помоги. Вы девочки, вы должны маме помогать. А я-то на кухне не должен стоять готовить. Может, ты хоть ноги уберешь? Ну, ты же еду еще не поставила, мам, только стол. А надо ждать, пока я еду поставлю, чтобы ты ноги на стол положил. Да. Мама вроде и хочет помощи, но не умеет нормально о ней попросить. То есть она ждет, что они догадаются сами, они не догадываются, она ругается. В общем, здесь точно есть проблема в том, чтобы научиться адекватно разговаривать друг с другом. Мам, суп холодный. Ты издеваешься надо мной, что ли? Ну что, суп холодный. Встал бы сам, да подогрел бы. Небось не обломился бы тебе ближе. Так всегда. Мама-то все верно говорит, что он взрослый и сам может себе подогреть самостоятельно. Она вот говорит, кричит, а все равно делает и идет у них на поводу. Рыбка холодная. И тебе холодный суп? Нет, у меня рыбка холодная одна. Хорошо, давай сделаем ее горячей. Многие женщины попадают в эту ловушку. Они думают, что хорошая мать – это та, которая беспрекословно исполняет все капризы детей. И все, что дети понимают, что ну да, мама может где-то поругаться, но все равно в итоге она всех нас обслужит. А вы не идите с ними? Нет. Мне все равно с ними садиться. То одно принеси, то другое подай. Поэтому я только сяду, и им что-нибудь опять понадобится. Так что… Мама, пожалуйста. Ну вообще прикольно. Третью в зубы. Спасибо. Здорово. Ну правильно. У нас же так посуда бьет. Ты можешь поаккуратнее? Ты перебьешь мне все тарелки, переколотишь. Ань! Почему вообще я мою? А кто будет мыть? Настя. Успокойся, дурочка. То, что мы видим, это большая проблема очень многих женщин. Мы не умеем просить о помощи. И сначала все делаем сами, а потом сразу начинаем орать и требовать, почему же нам никто не помогает. Вместо того, чтобы заранее попросить и заранее распределить, чтобы не доводить до крайней степени усталости, когда ты уже не можешь и орешь. Мам! Ты плачки дерутся! Мам, мам, быстрей! Да что вы творите? А что он меня бьет? Вот. Ну… Чего ты воришь? Странного себе найди! Разошлись в разные углы, чтобы я вас больше не видела вместе! Что случилось? Что случилось? Не закалывайтесь. Уйди! Не хочу тебя видеть! Мама уже вымотана полностью. И такие события, как прожженное платье, конечно, ее огорчают до слез. Потому что никакого ресурса у нее уже не осталось. Наташ, ну вы себе-то вообще хоть что-то делаете для себя? Вы куда-то, как женщина, ходите? Может быть, в какие-то салоны красоты? Все мое время занимают они. Ну, если вы сами о себе не заботитесь, сами себя не любите, почему вы ждете, что дети это сделают для вас? Ну, а как теперь они это исправить? Потихоньку, постепенно. Поверьте, я никогда не вмешиваюсь в день наблюдений, но сейчас в такой ситуации я просто не могла остаться в стороне, даже чисто по-человечески, по-женски. Я вижу, как Наташа вымотана. Я вижу, как ей тяжело, и ей действительно необходимо заняться собой. Так, все, хватит. Давайте, тишину поймали. Все, ложимся спать. Что у тебя там? Ничего, все нормально. Все, давайте. Ай, мам. Слав, ну, пожалуйста, давайте успокаиваться, давайте ложиться спать. Но дети не реагируют на слова мамы и продолжают беситься. Ну, все, хватит. Надоели уже. Все, разошлись по койкам. Ну, быстро, что вы творите? Я по лесту ударил. А я по ноге ударила. Хватит, все, разошлись. Пошли, успокаивайся. Пойдем. А ты с меня возьмем. Сейчас. Ложись, перестань. Не хочу. Все. Где твоя комната? Я тебя спрашиваю. Одеяло. Это что, твое? Отдай сюда. Да она меня забрала. Это мое одеяло. Какое это твое одеяло? Что ты врешь? Все, хватит. Я достаточно увидела, чтобы сделать выводы. Завтра я приду к вам, и мы начнем работать. Потому что так продолжаться больше не может. Проблем масса. Но начнем мы с того, что мама должна вернуть себе себя. Важно вспомнить, что она не только мама, но и женщина. И у нее есть какие-то свои интересы. Во-вторых, конечно, нужно поработать над семейными обязанностями. Чтобы они были равномерно распределены на всех членов семьи. Уже завтра няня Вика придет со списком новых правил. И последнее, что осталось сегодня сделать маме, записать видеодневник. Я так устала, если честно. Действительно, смогу ли я справиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Это снова я. Приятно вас видеть. Сегодня у нас долгий день вместе. Интересный, новый. Понятно. Чем вы обычно завтракаете? Ну, вообще, наш завтрак включает в себя бутерброды, яйца, кашки. Ну, и хлопья быстрого приготовления. Это когда у мамы нет времени или мама устала? Ну, да. Так, Наташа, у нас сегодня важный день. Сегодня оглашение новых правил. Объяснение вам этих правил. Но перед этим, до того, как мы начнем работать, я все-таки хотела уточнить один важный момент. Потому что без него наша работа, ну, не будет эффективной. Няня понимает, что тема отца в этой семье очень болезненна. Поэтому прежде чем затрагивать ее с детьми, она решает поговорить о важности проработки психологических триггеров с мамой. Без этого мы не сможем работать. Да, хорошо. Не так страшно само по себе отсутствие отца, как то, что мама об этом отце вообще не разговаривает. Как будто игнорирует эту тему. Такая неизвестность о своем отце может рождать у детей излишнюю тревогу, агрессию и непринятие себя. Как они восприняли новость о том, что он умер? Вы не обсуждаете это? Почему? Я сообщила о его гибели им. Да, они расстроились, как бы им было печально. С того момента мы закрыли эту тему. Что очень важно, на самом деле, чтобы вы сберегли в детской памяти хоть что-то хорошее об отце. Да, папа болел. Алкоголизм – это болезнь. Папа заболел. Он не смог справиться со своей болезнью. Это страшная болезнь. Уносит каждый год миллионы жизней по всему миру. Но в нем было что-то хорошее, за что я его полюбила. Позже Вика покажет маме, как экологично и без травм говорить с детьми на важные и тяжелые темы. А пока время объявить новые правила. Ну что, вчера целый день я провела с вами. Наблюдала за вашей семьей. И что я хочу сказать? Ваша семья мне очень понравилась. Да, у вас определенные есть сложности в общении, какие-то проблемы в коммуникации. Поэтому для того, чтобы эти проблемы решить, я хочу, чтобы в вашей семье появились некоторые правила. Итак, правило первое. Проводить один раз в неделю время вместе всей семьей. Это очень важно. Это и делает из пяти разных непохожих людей семью. И пусть это не часто, но регулярно. То это точно необходимо для того, чтобы ваша семья стала более сплоченной, чтобы вы были настоящей командой. Мне будет, ну, сложновато собирать их вместе. Чтобы мы могли терпеть, не ругаясь. Правило второе. Домашние обязанности делятся на всех членов семьи. Ой, это мне нравится. Тут как бы я вот вообще согласна с этим правилом. Очень. Оно мне прям вот правда очень понравилось. Я уверена, что каждый из вас может найти в доме то, что ему более-менее нравится делать. Согласны все с этим правилом? Ага. Ну, мне понравилось правило, что разделят какие, ну, типа, обязанности по дому. Ну, типа, каждый будет, типа, что-то делать. Правило номер три. У мамы должно быть время на себя раз в неделю. И потому что, если вы не подадите пример своим детям заботы о себе, то никто не подаст. Это будет очень легко. Мне понравилось это правило, потому что мама никогда не уделяла время себе, только нам становится так маму жалко. Правило номер четыре. Что все в этой семье ведут себя согласно возрасту. А что это значит? А это значит, что Слава никакой не взрослый мужчина и не главный мужчина в вашей семье. Он еще ребенок. И он вполне имеет право на свои детские развлечения, на то, чтобы иногда вести себя не как взрослый мужчина, а как нормальный такой парень-подросток. Так, есть какие-то противоречия по этим правилам? Наташа, я предлагаю для начала повесить эти правила на видное место. Ну, вообще, конечно, новые правила для меня дадутся очень нелегко. Но самое первое, что нужно будет сделать... Наверное, расписать обязанности. Да, да, распределить обязанности. График семьи – это вообще великолепнейшая идея. Мам, напиши мне, что я хочу пылесос. Ты хочешь пылесосить? Да. Хорошо. Мне нравится, что мой младший сын проявил инициативу. И также принял участие в том, что он будет помогать мне пылесосить. Это прям здорово. Так, Настя. Пыль протирать. Слав, напиши, пожалуйста, протирать пыль. И впишем тогда Настю. Так, выгуливать собак. Настя и Слава, вы будете гулять с собаками? Ну, она пускай, когда я вечером буду гулять. Ты вечером, а ты, Настя? Она когда хочет, пускай. Ветром и в обед. Я вижу, что это им самим нравится, что они выбирают именно то, что они хотят. И меня вполне это устроило. Но некоторые обязанности распределить удалось не так легко. Кто у нас следующее? Следующее. Стойте. Мыть посуду? Просто меня бесит посуда. И вообще я не хочу и не буду ее мыть. А есть кто-то в вашей семье, кто нормально относится к мытью посуды? Настя, наверное. Настя, как с посудой? Мне это не нравится. Будут те дела, на которые никто особо не хочет соглашаться. Ну, такие дела я предлагаю распределять равномерно. На самом деле мы никого не заставляем. Мы просим, чтобы каждый сказал, что он сам готов взять на себя, а что ему ну никак не нравится. И в этом задании мы понимаем, что каждый может внести свой вклад в семейные обязанности. И это не должно быть через ссору, через претензии. Это может быть вот так вот, практически в игровой форме. Хорошо, Ань, а если не мыть посуду, есть что-то по дому, что тебе нормально делать? Да. Что? Мыть полы. Мыть полы. Пф, вообще идеально. Есть кто-то, кто любит мыть посуду? Я. Это не ко мне. Ну, так пишите себя. Ну, тогда вам не надо заставлять всех остальных, ладно? Я серьезно. Тоже бывает, что мы поругаемся, там, вот как раз вечером, что-то с уроками не получается. Нет, наоборот, и как раз я тогда в тот момент не заставляю, а иду сама и медитирую. Лучше я посуду, по-моему, да. Да, и успокаиваюсь. Все оказались в пределе, все оказались занятыми. И занятыми, правда, как бы почти каждый день. Графику нужно следовать. Это обязательно и важно, не только когда я тут. И для мамы, и для нас непривычно, потому что мы же привыкли, что все за нас сделает мама. И поэтому как-то будет очень неудобно по этим правилам жить. Все согласны подписаться под этими обязанностями? Давайте, ставим свои подписи. Я смотрю на этот график, если честно, я радуюсь. Я радуюсь того, что у нас заполнены все дни. Что даже есть те дни, в которых не звучит имя мама. Сразу по окончанию заполнения графика никто не побежал выполнять свои обязанности. Все разошлись по комнатам. Ань! Что, Ань? Ну, по-моему, я же попросила тебя. Я убралась. Где ты убралась? Покажи мне, пожалуйста. Вот конкретно, покажи мне, где ты убралась. Что у тебя здесь творится? Ты видишь вообще вот это вот? Вот это уборка? Расскажи мне. Вот это уборка, вот это. Это все уборка. Да, мне сейчас легче сорваться и перейти на крик. Пока перебороть себя, это очень непросто. Нормально я убралась. Ну, где ты нормально убралась? Покажи мне, правда. Покажи мне, где ты убралась. Я тебе скажу, что я не права. Ну, когда я слышу критику от мамы, мне это неприятно. И мне хочется все бросить и ничего не делать. Скажи мне, что я не права. Что у тебя идеальная чистота, а я прихожу и просто так ору. Как сумасшедшая. На такие претензии любой нормальный человек бы просто замер и не отвечал. Потому что когда мы проявляем кому-то агрессию, мы в ответ получим либо агрессию, либо молчание. Сначала вы выстраиваете добрые отношения с ребенком, а потом занимаетесь уборкой. И только в такой последовательности. Нам не сложно сделать какое-то дело для человека, которого мы любим, с которым у нас хорошие отношения. И если у вас с детьми хорошие отношения, даже с такими сложными и колючими подростками, то нет-нет, да на третий раз они вас услышат и уберут. Ну, то есть, понимаешь, очень много вопросов с наездом, вместо того, чтобы сказать нормально, чего ты хочешь. Да, мне очень сложно воспринять новую методику няни Вики. Мне сложно перестроить даже как бы свою интонацию в голосе. Почему и откуда она вот этому всего научилась? Почему? Убирай эту книжку на свое место. Ты взяла футболку, ты положи ее на свое место. Наташа, Наташа, смотри. Во-первых, это трудно. Ну, раз это не получается, значит, уже мы признаем, что это трудно. И лучше начать разговор с дочерью с того, что я понимаю, что тебе это трудно. Я рада, что Вика объясняет маме, как правильно общаться с детьми. То есть, не криком доносить какую-либо любую информацию и недовольство свое, а нормально, спокойно это объяснять. Я понимаю, что тебе тяжело убирать свои вещи на место. Но я бы хотела, чтобы ты хотя бы определила где-то вот здесь, допустим, местечко для своих домашних вещей. И тогда я буду понимать, где место твоим вещам. И не буду на тебя так сильно кричать. Хорошо? Хорошо. Ты говорила, что у вас есть проблемы с враньем. То вранье же это следствие отсутствия доверия. Да. И тебе нужно обязательно это доверие выстраивать. Доверие – это одна из ключевых составляющих в отношениях родителей и детей. И особенно остро это чувствуется в подростковом возрасте. И чтобы это доверие укрепить, очень важно над этим работать. Не пускать это на самотек и просто ругать подростка. Ты мне не доверяешь. Или с претензиями, я не могу тебе доверять, ты постоянно врешь. А хочется спросить, что вы сделали, чтобы ваш ребенок вам доверял? Давай сделаем упражнение на доверие. Саня, ты согласна? Да. Сначала одной из вас, допустим, Ане, завязывают глаза. Очень плотная ткань, чтобы она не могла подглядывать. И ты проводишь ее через полосу препятствий, давая задачи голосом. Ну, например, подними выше ногу, пригнись, обойди слева, обойди справа. И доводишь ее до точки какой-то. А потом обратно она тебя также. Упражнение про слепого и поводыря я рекомендую не только родителям и подросткам, а даже семейным парам. Это очень классное упражнение, чтобы учиться слышать друг друга и доверять друг другу. Это упражнение помогает восстановить доверие, даже если оно утрачено. Ну и плюс помогает просто провести время друг с другом. Будет очень интересно. Где начать? Очень интересно. Мазь, я тебя закруживаю. Все, не бойся, куда ты упадешь. Ты стоишь на полу, я тебя держу крепко. Для начала два шага на меня. Ну, побольше шажочки. Сможешь встать на корточке? Ниже? Ниже? Молодец. Еще, еще, ползи, 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 ползи. Вот так маленькими шажочками, буквально ползками, мама с дочкой учатся слышать друг друга. Давай, вот. Теперь делай маленький шажочек вперед. Все. Еще чуть-чуть. Самое страшное. Мне было очень страшно. Теперь все, спускаем правую ногу вниз. Спускай, 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 спускай. И еще шажочек вниз. Все, два шажочка вперед. Мне кажется, у них неплохо получается, хотя видно, что Наташе сложно подбирать слова и так вежливо, аккуратно говорить каждое слово. Но сейчас будет обратная зеркальная история. Нормально все. Сколько-то идти вперед-то? Пока я не ударю стенку лбом. Три шага небольших. Мне очень понравилось управлять мамой. Было и как-то весело, и страшно. Сделай маленький шаг вперед. Прыгнись чуть-чуть. И пройди два шага. Я не ожидала, если честно, наоборот, что моя дочь может мной так управлять. Я слышала только ее голос. У меня полностью плотно завязаны глаза. Не настолько же низко. Пройди два шага. Чуть повыше можешь подняться. Проходи два шага полных. Нормальное делай. Повернись вправо. Право, мам, шаг сделай. Я наконец-то научилась сама даже ее слышать, что она мне говорит. Обязательно с ней это еще раз повторим. Самое главное, что вы должны вынести из этой игры. Если Аня тебе что-то говорит, то важно иногда ей просто довериться. Тем временем уборка в доме продолжается. Польпортираем. А здесь? Посмотри, пожалуйста. Ты не видишь? Вот посмотри внимательно. Здесь, здесь, лампа вся. Тут какая пылюка. Не-не-не, Наташ. Стоп, стоп. Это чья обязанность? Настя, ну ты что у нее последний хлеб подбираешь? Пусть вытирает так, как считает нужным. Ты можешь ей посоветовать, подойти в доброй, заботливой форме, сказать, что слушай, Настя, вот здесь еще осталось, если не сложно, вытри. И над душой мы не стоим. Да, Наташ? Я вижу, что Наташе очень сложно даются вот такие спокойные разговоры с детьми. Она просто привыкла по-другому, привыкла кричать, требовать, сразу ругаться. И тут мы у нее это забрали. И тут ей нужно придумывать какие-то другие варианты. А у нее опыта такого нет. Она не знает, как так вообще с детьми разговаривать. Поэтому, конечно, ей очень тяжело дается. Я вот смотрю на это уже который раз. И я даже не знаю, сколько потребуется времени, чтобы она начала разговаривать по-другому. В первый день Аня отказалась рисовать с остальными. Но чтобы четче составить психологический ее портрет, няне важно, чтобы девочка выполнила задание. Сегодня няня Вика попросила ее изобразить идеальную семью. Аня в этот раз не возражала. Ну, рассказывай, кто есть кто. Тут не очевидно. Это Паша, это я, это мама, это Настя, это Слава. Это идеальная семья? Да. И чем это отличается от вашей реальной семьи? То, что тут мы все вместе. У тебя в идеальной семье нет папы, нет мужчины у мамы. Почему? Ну, не знаю, мне так нравится, когда у нас семья без мужчины. Я не рисовала папу, потому что я не вижу его в нашей семье как нормального, адекватного человека, который с нами проводит нормальную жизнь и обеспечивает нас. Ты же, наверное, папу своего помнишь. Скучаешь по нему? Ну, вообще нет. Нет? Ну, пил постоянно. Ну, и когда пил, он что, он спал или он ругался или что бы? Ну, ругался. На вас? Да, и на маму. Ну, тема про папу для меня, да, ну, не люблю об этом разговаривать. Ну, потому что очень много воспоминаний было связано с ним, плохих. А что-то хорошее ты о папе помнишь? Нет. Вообще? Я помню, когда он к нам приезжал сюда, но они с мамой уже были в разводе, я помню, что мама его уговаривала, чтобы он нам сделал какой-либо подарок. То есть он сам не хотел этого делать. Ну, наверняка же твоя мама за что-то его полюбила, значит, в нем что-то было хорошее. Ну, я не помню. Я тебя очень благодарю. Я знаю, что некоторые вещи, наверное, сложно рассказывать или говорить. Поэтому не буду больше лезть к тебе в душу. Я так благодарю, что ты все-таки выполнила задание. На сегодня работа закончена. Что ж, это первый день жизни по новым правилам. И, конечно, эти новые правила даются семье нелегко. Есть проблема поглубже. Это проблема с отцом. Никогда нельзя исключать отца или мать из воспоминаний ребенка. Поэтому завтра мы обязательно будем прорабатывать эту тему. Потому что у детей должно остаться хорошее воспоминание об отце, даже если там была такая тяжелая история. Доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть. Мы тоже. Как настроение? Да хорошее. Сегодня важный день. Няня начинает работу с самой острой темы для семьи. Темы отца. И просит маму достать старые фотографии. Слава Лечка. Ась. Достанешь мне альбомы наши? Я вижу, что Наталья очень переживает, волнуется из-за этого разговора. Но лично я больше волнуюсь за детей. Как они воспримут. Открыть эту рану может быть действительно больновато. Пошли, посмотрим. Слава, пойдем. Это общее для всех задание. Слава явно чувствует неладное. Я не знала, какая будет у детей вообще реакция. Эта тема была под запретом. Мы просто ее все избегали. Прям много фотографий. Это папа? Да. А что вы помните про папу? Ну я мало что помню. Мне хочется говорить о папе. То, что тяжело и трудно. Мы никогда не собирались, не разговаривали о папе. Это было очень больно, типа в душе. А ты помнишь папу? Нет. А ты знаешь, как его звали? Папа. Папа Витя. Аня, а ты что-нибудь помнишь про папу? Что, ты можешь про него рассказать? Не хочу. Слав, почему ты расстроился? Может, скажешь пару слов? Все типа стараются про него забыть. Я не могу это сделать. Мне очень обидно. Я ушел, потому что мне больно. То, что они так к папе относятся. К какой-то нет. Но так бывает всегда, когда мы долго пытаемся замалчивать, закрывать глаза на какую-то очевидную проблему. Слав, расскажи мне, пожалуйста, что случилось? Почему ты плачешь? Он подумает, что типа его нет. Я рада, что ты расплакался. Честно. Потому что это говорит о том, что твоя психика еще в порядке. Ты не робот, ты нормальный человек. У тебя есть эмоции. А папе у тебя есть воспоминания? Да. Когда я за маму встревал. Еще я ее каждый день бил. Помню, когда все в маму ходили. Ты маму защищал. Да. Получалось? Да. Я тоже прилетала? Да. Но ты как считаешь, мама правильно сделала, что уехала? Да. Я тоже так считаю, что она вас защищала. Она большая молодец, но ей непросто. Мне полегче стало то, что типа разговариваем. Ой, хорошо, Слав. Я вижу, что ты более-менее успокоился, что все нормально. Успокоился. Сейчас они закрылись и в себе, и это получается как вот какая-то гнойная рана, которую сейчас очень больно ковырять. Хотя ее все равно нужно залечить. Да. Ты себя уж сильно не вини. Знаешь, ты сделала очень много и так. Но впереди много времени, чтобы что-то исправить. Наталье обязательно нужно исправить образ отца, сложившийся у детей. Они часто вспоминают его негативно, потому что он действительно пил, бил и вел себя неподобающим образом. Но этот образ можно изменить на позитивный, чтобы дети вспоминали об отце и что-то хорошее. Потому что каждый из них, и мама, и папа, в каждом из них есть папина часть. И если папа плохой, то значит и я плохой. А к себе так относиться нельзя. Поэтому для того, чтобы было самопринятие, нам нужно добиться принятия позитивного образа отца. Это ваши свадебные фотографии? Да. Ой, смотрите, какая мама счастливая вообще. Папа в костюме с какой любовью на маму смотрит, улыбается. Целуется. Очень стильно, скажи. Похожее платье, которое ты мне покупала. Ну да. Мама, ты одна что, это прятала? Нет. Нет. Это просто не доставало. Мы настолько любили друг друга, что, правда, вы рождены в такой любви. Правда, я благодарна вашему папе. И случались моменты негативные. Просто потому, что он болел. Вы-то в этом не виноваты. Было хорошее. А чем он болел? Алкоголизмом. Чем он болел? Из-за этого некоторые негативные последствия были. И агрессия. Для меня была это, ну, какая-то, не знаю, новость. Просто, что папа, ну, были у него и хорошие качества. Просто, возможно, мы сейчас не помним. Я очень хочу, чтобы эта тема не была у вас дома закрытой. Чтобы вы не стеснялись об этом говорить. Не замалчивали. Да, этот человек очень много ошибок допустил. Но все-таки он ваш папа. И он вас любил. Конечно, залечить такие тяжелые раны полностью невозможно в рамках нашей программы. Но можно сделать так, чтобы это была не гнойная, нарывающая рана, которая постоянно болит, а еле заметный рубец, небольшой шраме, который остался от таких тяжелых событий в жизни детей. Для этого необходимо вспоминать хорошее. Повесить фотографию папы на видное место. Говорить о нем не только что-то, что он делал не так, но и о его талантах, об его умениях, о том, почему, собственно, Наталья его полюбила. Ведь когда-то она влюбилась в него без памяти. Когда-то она видела в нем только хорошее. И вот это важно рассказывать детям, что они были рождены в любви. Повесили рамку на видное место. Можно всегда проходить, вспоминать. Вы большие молодцы. Я очень рада, что сегодня дети по-новому вспомнили о своем отце. Без горьких слез, разочарования. А вспомнили что-то хорошее. Их общие семейные события. Посмотрели фотографии. Это позволит им быть более уверенными в себе. Менее тревожными. И, конечно, уважительнее относиться к своей маме. Наташ, я заметила, что очень часто ты славу называешь взрослой, старшей мужчиной. Вот столько ответственности на нем. На самом деле, по возрасту в нем еще очень много детства. И важно это детство не уничтожать вот такими словами, да, а каким-то образом, наоборот, поддерживать какое-то время. Потому что в детстве легкость, в детстве радость. Поэтому сегодня для вас задание, которое поможет вам, первое, побыть вдвоем. Во-вторых, поможет Славе все-таки почувствовать себя согласно своему возрасту. И третье, поможет тебе немножечко снять стресс. И тоже вспомнить, что ты вообще-то еще очень молодая. В общем, ребят, я вам предлагаю в качестве задания сегодня сходить в развлекательный центр и попрыгать на батутах. Ого! Для меня это было шоком. Я уверена, что это время пойдет вам на пользу. Я, если честно, обрадовалась, что мы поедем на батут. Ой, блин, какой он большой! Ну, с мамой мы ни разу не прыгали на батутах. Может, я так постою? Мам, давай! Я думаю, ощущение того, что подо мной ничего нет. Тихонечко. Вот так, чуть-чуть, да. Ой! Кажется, у меня получается. Давай. Вау! Вау! Мне очень понравилось прыгать на батутах. И маме тоже понравилось. Мы очень круто подурачились там. Раз, два, три. Побросали друг друга в эти мягкие штуки, которые там, типа, бассейн из них. Ах, ну, это чайка. Ах, ну, так это понравилось. Может, до жути. Обязательно я это еще раз повторю. Ой, спасибо тебе. Ой, мой родной. Спасибо тебе за классный день. Вообще четко. Да. День! Я услышала няню Вику. Я поняла, что это моя огромная ошибка. Что я на него сейчас вешаю гораздо больше ответственности, которой он вообще не то что даже не может. Он еще вообще к ней не готов. Жизнь по новым правилам продолжается. Вам нужно будет из этих апельсинов и лимонов приготовить апельсиновый джем. Я вам подскажу рецепт. Он несложный. И ваша задача будет самим распределить, кто что из этого рецепта будет делать. О, изи. Неякно! Я думаю, у нас удастся это, заготовить джем. Ну что, отпускаем маму тогда? Ну да. С помощью этого задания няня хочет научить детей сотрудничать без криков и ссор. Задача мамы – ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. Во-первых, нужно очень тщательно помыть все эти апельсины и лимон. Девочки, мойте. Нужно будет натереть на терке цедру. Дальше нужно будет все апельсины, уже с которых стерта цедра, порезать пополам. Перемолоть это все, добавить сахар. Тихо дня. Пока распределите вот первые обязанности, кто что будет делать. Я только наблюдаю и что-то буду подсказывать по рецепту. Но буквально сразу между детьми начались недопонимания и споры. Я главный. Ты, Паш, не будешь главным. Паш, ты не будешь главным. Буду. Нет. Ты замолчи, Паш, ты не будешь главным. Я буду, а теперь не буду. Ему пять лет, и он даже не знает, что такое слово обязанности. Он не сможет их распределить. Ты не умеешь командовать. Я умею, а теперь умеешь. А теперь? Я буду главным. Я буду главным. Да, вот тут. Ага. Паш, вот так берешь лимон. Три. Паш, да. Вот тут вот так три. С ним вообще нереально вот так три. С ним реально приготовить. Вы лезете к нему под руки? Что он должен делать? Паш, может, ты второй рукой будешь? Давай, покажи мастер-класс. То, как Аня и Слава относятся к нему, мне становится его жалко. Он, получается, самый младший, и они все равно не должны так к нему относиться, потому что он маленький и ответить никак не может. Тебе нельзя в ваши вообще руки брать. Нет. Нет. Успокойся. Ребята, договариваться не пробовали? С ним не договорились. Не говори все так же, как и с тобой. Они меня раздражают, реально бесят. Ты дура? Что ты делаешь? Отдай. Я тоже хочу делать. Молодой, что ты хочешь? Это бой? Терку дай. Ты б***ь. Спасибо. Терку дай. Ты бешишь меня по лесу бить. Терку дай. Б***ь. Ну, очевидно, к концу задания дойдут не все. У нас уже минус один, уже Аня расстроилась, ушла. Я, честно, не уверена, что этот джем все-таки будет сегодня приготовлен. Ань. Ань. Аня успокоилась и вернулась. Но конфликты не прекратились. За футболку, б***ь, не тяни. Да ты, б***ь, сейчас я тебя за шкирку подниму. Слав, ты ему так голову сломаешь. Я быстрее тебе голову сломаю. Тупорилая создание. Я тебе сказал. Хватит, 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 хватит. Я понимаю, что джема точно не будет. Ребят, вы сейчас все здесь передеретесь. Давайте сначала вы научитесь общаться, помиримся, проработаем тему конфликтов и потом продолжим готовить. Потому что иначе этот джем будет со слезами, с кровью и со всем остальным. Так, конечно, не готовят. Правда. О, Вика, нам сейчас походу начнет читать нотации. Так, ребят, первое, что я вам хотела сказать, что, естественно, никакие драки, тем более в вашем возрасте, уже непозволительны. У вас должно быть жесткое правило, что у нас в семье никто никого не бьет. Во-первых, чтобы вы понимали, это официальный закон, запрещающий любое физическое насилие. И вы сейчас нарушаете закон. Во-вторых, это не решает проблему, это только усугубляет проблему. Ну вот вы подрались, что от этого получилось приготовить что-то? Как-то ситуация разрешилась? Конечно же, нет. Вам обязательно нужно научиться договариваться. Сначала каждый высказывает свое мнение, что он хочет. И вы пытаетесь договориться, как ваше «хочу примирить». Это и называется семья. Ваша задача сейчас сделать так, чтобы вы спокойно закончили готовить. Слав, у тебя есть вариант, что нужно сделать, чтобы вы спокойно закончили готовить? Начать делать. И ваша задача, на самом деле, сейчас придумать последовательность. Кто что будет делать и кто за что отвечает. Потому что без этого вы не договоритесь. Аня может тереть, Настю резать, а я там еще что-нибудь даю. Могу их заменять. Типа, если Аня устанет, они могут местами поменяться. Или она будет отдыхать, я буду тереть. Ань, ты согласна? Да. Я оставлю все эти обиды, возьму себя в руки и приготовлю этот джем. Паша! Как мне ругаться, ты поняла? Да. Да, да. Он понял? Да. Ну, я настроен доделать джем, типа... Я увидела своих детей с другой стороны, в том, что они могут как-то договариваться. Могут все-таки как-то слышать друг друга. Когда мы его доделали, это было очень круто. И мы сделали сами, нам никто не помогал. А вам тоже чай, да? Вы очень крутые, молодцы. Я, если честно, до сих пор в шоке, что они реально это все приготовили сами. Значит, могут быть самостоятельными. Конечно, могут. Я очень горжусь своими детьми. Они смогли завести дело до конца. При том, что процесс приготовления очень долгий. Очень вкусно. Реально очень вкусный джанк. Это задание помогло понять, что мама может легко отказаться от роли прислуги. А совместные действия могут без скандалов давать крутой и вкусный результат. Прежде чем уйти, Виктория дает задание маме записать видеообращение к своим детям. Главное правило – быть искренней. Сказать о своих чувствах без претензий и обвинений. Только так дети смогут услышать и понять взрослого. Думаю, что это видеообращение станет очень важной частью их отношений. Где мама впервые, пусть не глаза в глаза, но сможет донести до своих детей, что у нее на душе. И почему ее так сильно ранят, их хамство или какое-то потребительское отношение. Семья старается. Да, не идеально. Да, повторяются какие-то типичные ошибки. Но сложно измениться в один момент. Я надеюсь, что завтра будет еще лучше. Сегодня няня приходит к Войновым, чтобы дать задание для самостоятельной работы. Я обратила внимание, что в этой семье у Натальи со своими дочками нет близкого контакта. У них нет душевных разговоров. Они не обсуждают какие-то важные эмоциональные моменты. А ведь это на самом деле очень важно. Близкий контакт матери и дочери заложит огромный фундамент для формирования этих девочек в будущем. Именно принятие своей мамы, уважение к ней заложит базовое уважение и к себе, как к женщине. Я вам предлагаю с мамой устроить девичный, чтобы вы посекретничали. Ну, просто это вот так вот вытягивание какое-то клещами. Вот смотри, для того, чтобы не было вытягивания клещами, ты должна начать рассказывать про себя. Ты им подаешь пример, потом они начнут говорить тоже. Это важно делать, показать, как люди, взрослые, могут общаться. Завтра я вернусь и посмотрим, что у вас получилось, а что, может быть, не очень. Хорошо? Хорошо. Удачи. Тебе нравится какой-нибудь мальчик из твоего класса, например? Нет. Кто-то же должен хоть как-то нравиться. Нет. Ты себе вообще представляешь в будущем какого-нибудь мальчика? Представляла еще. Ну, нет у меня человека, который мне сейчас нравится. Поделюсь с мамой, если мне кто-то понравится. А тебе нравится мальчик из твоего класса? Нет. У нас мальчики все ненормальные какие-то. Тебе кто-нибудь нравится? Все это только у нас спрашиваешь. Мы тоже хотим поинтересоваться. Мне это уже не хочется сейчас куда-то... Мне бы лепать с каким-то, знакомиться. Нафига, ну, надо. Может, пока и так поживем. А дальше посмотрим. Я вижу, что личная жизнь – это для мамы больная тема. Но я как бы не против, чтобы в маме появился парень. Когда мне? Я вон с вами сижу, мне надо дом содержать. Мам, ну ты же не целыми днями дома сидишь. Мне как-то это тяжело познакомиться, а потом... Как мне идти на свидание? Мне не в чем идти на свидание. Так, мы выберем тебе платье. Ой, это хорошая идея. Что за Коля? Платье? Чем не нравится? Какая маленькая сила. Ну, е-мое. Господи, мам, что это за платье? Ну, как халат. Наверное, на халат похоже. Оно мне вообще нравится. Посмотрите, какое оно яркое. Матерка дома, в нем можно ходить. Бабушка, да? Ну, это мне его бабушка и подарила. Господи. Ну, это бабушка и должна носить. Не нужно оно тебе. Старьё. Ты же у нас не бабушка. Я буду моложавой бабушкой. Видала, какое оно короткое? Ой. Это было прикольно, когда мы все в трём собрались. А это что за? Это платье. С открытыми плечами. Ну, должно быть это по полу. Некрасиво. Или тряпку сделаем. Я думаю, что маме стоит поработать с этим своим образом. Я знаю. Как вы меня не видели. Вот это прикольное очень. Это да. Красивое. Я прям почувствовала, что мы как-то становимся добрее друг к другу. То, чего мне очень сильно не хватало. Пояснила, хорошо. Своей закрытостью, своей, вот, не знаю, глупостью в том, что я сама отвернулась от детей. Сама от них закрылась. Они, соответственно, сделали то же самое. У меня, наконец-то, правда, стало получаться. Достучаться до своих девчонок, до своих мальчишек. В принципе-то я могу с ними найти общий язык. Только мне надо еще постараться. И не столько, а, наверное, вот столько. Но это, я думаю, что мы с ними обязательно наверстаем. Наступил последний день работы няни в семье Воиновых. И первое, с чего Виктория начинает, это анализ самостоятельной работы. У меня есть небольшая видеозапись того, что вы делали вчера без меня. Это ваш девичник. И вы решили разобрать гардероб. Да, правильно я поняла? Да, это классная идея. Но что-то мне не нравится, что девчонки очень критикуют маму. Надо учиться аккуратнее как-то говорить. Потому что Наташа, конечно, молодец. Она хорошо держит оборону тут. Я не буду придираться. Но все-таки нужно немножко чувствовать границы. Конечно, какие бы воспитанные дети ни были, они периодически будут пытаться нарушить границы. Например, критиковать родителей. Лезть на чужую территорию. Может быть, брать мамины вещи. Но взрослым обязательно отстаивать свои границы. Не позволять критику в свой адрес. Не позволять без разрешения брать свои вещи. Потому что только показывая свои границы детям, мы научим их соблюдать и их границы. И когда к ним кто-то полезет с критикой, когда кто-то будет вмешиваться в личное пространство наших детей, они будут знать, что нет, со мной так нельзя. Это вы решили обсудить личную жизнь девчонок? С аккуратностью есть нюансы и у тебя, Наташа. Потому что вот так лезть в душу подросткам, конечно, не стоит. Они только будут закрываться и ничего рассказывать не будут. Все родители хотят близости, доверия со своими детьми. Все родители хотят, чтобы их подростки делились с ними своими чувствами и эмоциями. Но при этом практически никто из родителей не делится своими чувствами с детьми. Как нам научить этому ребенка? Если вы чего-то требуете от ребенка, так покажите своим примером, что важно делиться своими чувствами. Иногда вы придите к ребенку и скажите, как вы его любите, или как с ним бывает тяжело, или то, что у вас на душе. И ребенок, видя вашу эмоциональную открытость, будет ближе к вам, будет вам больше доверять, и в итоге станет открываться вам сам. Наташ, ну и то, чего мне так хотелось, то, что я даже вписала в правило, это что мама один день в неделю посвящает кому? Тебе. Себе, да. И сегодня вот этот день, тот день, когда ты королева. День, когда мы отправляем тебя поухаживать за собой. И ты отдыхай от нас, расслабляйся. Поезжай, получай удовольствие от себя и своей жизни. Все. Заботясь о себе, уделяя время себе, мы чувствуем себя лучше эмоционально. Мы чувствуем, что мы ценные, что мы важные. И вот эту самоценность Наташа как раз потеряла. Поэтому я и хочу, чтобы она пошла в салон красоты, где она почувствует, что она может быть той самой молодой, красивой, яркой женщиной, а не только кухаркой, обслуживающей детей. Паша не хочет отпускать маму. Паша, ну перестань. Нет, 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 нет. Все, 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 перестань. Так, что? Ты что расстроилась? Паша, в садик ты же тоже без мамы ходишь. А тут-то не он уходит, а она уходит. Он же не привык к этому. То есть ты говори как есть. Он имеет право расстраиваться, но и ты имеешь право на свою жизнь. Ты не делаешь ничего плохого. Ему не три месяца и даже не полтора года. Ему уже почти шесть лет. Он же ходит в садик. Не надо сходить? Я ненадолго. Но я же все равно прийду. Да. Мама же навсегда уходит. Я же приду, я же тебя не бросаю. Ты что? Скажи, я тебя люблю, я к тебе вернусь. Да. Я тебя люблю, все, дружочек. Ну ты ненадолго без меня. И остается Аня, Слава и Настенька. Все, и няня Вика. Мама ушла. И няня Вика приглашает детей посмотреть видео, которое мама записала накануне. Привет, дорогие мои детки. Я так безмерно вас люблю, что не знаю, как правильно передать. Хочется, чтобы вы меня услышали. Мои придирки к вам. Вы, конечно, сейчас воспринимаете очень резко, жестко. Думаете, что они необоснованы. Но мне хочется верить в то, что вы все равно потом поймете. Поймете, что я это делаю для вас. Мне не хочется ваших скандалов. Мне не хочется нашей с вами ругани. Аня, вот особенно с тобой. Мне это очень плохо от этого. Мне очень больно внутри. Я понимала, что я тоже в каких-то моментах была виновата перед ней. И поэтому я заплакала. Хотелось бы, чтобы вы стали, ну, стали, правда, стали меня уважать, стали относиться ко мне более мягче, терпимее. Да, я поняла то, что маме больно. Мне стыдно то, что мы так маму доводим. В этот момент захотелось попросить прощения и обнять ее. Ну что, ребят, как впечатления? Я понимаю, что сейчас тяжело. Но хочется, чтобы врачи мне было более спокойно. И, ну, типа, все друг другу помогали. Я сейчас понимаю маму, ну, в каком она состоянии. Она делает много для нас, на себя времени уделяет. Я хочу все изменить, чтобы мама была счастлива. Вы не хотите, пока ее нет? Может быть, что-то сделать для нее? Может быть, какой-то, ну, чтобы она пришла и она увидела, что вы ее ждали, что вы посмотрели ее видеообращение, что-то поняли. Ну, я, ну, уберусь, например, в своей комнате. О, я думаю, она будет в восторге. Если я приберусь в своей комнате, то маму это точно удивит, потому что она никогда, ну, очень даже редко видела такую чистоту в моей комнате. А ты, Настя, что делать будешь? Ну, мы сделаем ей торт. Торт? А я давайте украшим дом. Ты будешь дом украшать? Да. Отличная идея. Так, ну, давайте быстрее, потому что она может скоро вернуться. У нас немного времени. Конечно, я заранее понимала, что такое видеообращение вызовет сильные эмоции у детей. И я надеюсь, что вот этот момент единения с мамой, момент того, что мама открыла свои эмоции, свои чувства, надолго запомнится детям. Дети немедля приступили к подготовке сюрприза. И если раньше их невозможно было заставить убирать, то сейчас все с энтузиазмом начали наводить чистоту. Вот видите, когда родители искренне делятся своими чувствами, не только ругаются, но и говорят о своей любви, о том, как они дорожат отношениями, дети начинают откликаться. Это всегда приятно, когда кто-то искренен с тобой, ты тоже открываешься ему в ответ. Мне кажется, это другая комната. Просто идеально. Здесь можно снимать, я не знаю, программу про идеальную уборку. Представляешь, как ей будет приятно, если даже мне приятно. Я поняла, что когда мы делаем сюрприз, не надо ссориться, а надо делать все вместе. И тогда все получится. Ну, я думаю, что да, мама будет рада тому, что мы ей сделаем подарок. Сюрприз! Какая ты красивая! Молодцы мои! Я вижу маму, если честно, ее не узнают, потому что она первый раз такую красивую. И даже собаки пошли встречать. Вау! Красотка, Наташа! Я ее прям такой красивой не видела. Что-то, кажется, можно быть красивой. А мы тебя ждали. Посмотри, пожалуйста, это все-все-все сделали твои дети. Я не верю своим глазам, что это комната моей Анечки. Идеальная чистота. Ой, доченька! Я не могу, правда. Мне прям приятно, дочь, правда. Я буду сохранять эту чистоту. Буду, по крайней мере, пытаться. Потому что я хочу, чтобы у мамы радость была на лице всегда. Не очень приятно. Спасибо. Такое ощущение, будто кто-то у меня там прибрался. Макияж весь сейчас испортил. О, кошмар. Ого! Какая красота. Пойдемте, пойдемте. Торт. Дети для меня никогда не делали торт. Реш. Такой сумбур эмоций вообще во всем. Я увидела в их глазах, что им искренне нравится меня удивлять. И нравится для меня стараться и что-то делать мне хорошее, приятное. Правда, наконец-то у меня за эти дни действительно слезы какой-то даже благодарности к детям, благодарности к вам. Я надеюсь, что в вашей семье будет больше вот таких слез радости, чем того, что было до этого. С этого момента в вашей жизни начнется новый этап. Так вот и называется, наверное, счастье, чтобы сидеть так дружно и крепко с семьей. А что поменялось вот за это время у вас? Заменилось отношение друг к другу. Мы стали много времени проводить вместе. Сегодня вот действительно я ощутила, что я нужна своим детям. То, что они правда, что они по мне скучали. За эти дни вы действительно прошли огромный путь на встречу друг к другу. И я вами очень горжусь. Что ж, моя работа в этой семье закончена. И вы сами видите, как я вся свечусь от счастья. Потому что одно удовольствие работать с той семьей, которая действительно хочет изменений. И я уверена в Наташе, что даже после моего ухода она доведет дело до результата. Она очень сильная женщина и пример для многих, кто посмотрит нашу программу. Но о этой семье я хочу пожелать одного. Ценить, беречь и холить, лелеять маму. Потому что когда счастлива мама, счастлива вся семья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова